Мне, значит, уважаемые строители предоставили самой тему моего небольшого сообщения выбрать. У меня, так сказать, любимый конюнк, на котором я все время тут, значит, шашкой на голову горцую, и на которого я сейчас опять полезу, это называется «Учи за разом от чувств». Ну, я начну чуть-чуть издалека. Я вообще человек такой генетически ушибленный немножко. Дело в том, что у меня родители, значит, уже, к сожалению, от меня ушедшие, они оба были учеными. Мама биолог, кандидат наук, отец доктора технических наук, профессор, автор там больше 100 изобретений. Я это почему не к тому, чтобы похвастаться родителями. Хотя, в принципе, это был момент хвастовства, приемлемый для наших предков. Они говорили, там, дурак хвастается молодых женой, там, кто-то еще там чем-то, а умные отцу мать его. То есть, вот, свое родное. Значит, а ну и вот моя генетическая ушибленность отсюда произрастает, потому что я росла в обстановке людей, которые, вот они вот были пуши в своей науке. Как раз вот когда я так начала окружающий мир осваивать, моя мама вот эту самую кандидатскую свою диссертацию писала. Ну, дети за родителями тянутся. И в итоге у меня была тетрадочка, где я, значит, вот мне красивым почерком на ней написали диссертацию. Я тоже писала диссертацию, там, под стол пешком. Там какие-то бессмысленные графики рисовала, потому что я видела, что это делает мама. Значит, у меня тоже должны быть вот листы, там, на них графики. Я там, а мама занималась потоотделением, поэтому у меня там были графики, заглавленные вот когда там, не знаю, бегаешь во дворе, вот так постепенно потеет спина. Вот у меня было научное открытие сделано, что спина – это самое такое потное место человека, значит. Потому что я там прибегала, мне тут же заставляли сухую мою надевать, потому что иначе ребенок простудится, значит, и там безвременная смерть гарантирована. Вот, в общем, у нас тогда наша квартира была коммунальной, там, двухкомнатная смежная, она была коммунальной. Мы, моя семья, вот, из родителей, меня и бабушки, мы жили в проходной за занавеской. Вот в такой обстановке, вот, мои родители, ну, практически круглые сутки занимались наукой, то есть они приходили, они давно это, они не зависали перед телевизором, они там вот… А телевизор у нас был чуть ли не из первых в Питере. Ну, вот, отец, я от него любовь к техническим игрушкам унаследовала, ну, вот, как только появились хорошие приемники, хорошие, ну, первые, вот, доступные телевизоры, там мой отец вообще влез в долги, там поменялся с кем-то в очередности получения черной кассы на работе, значит, и вот приволок домой телевизор. Он там сколько-то времени вообще питался чаем и хлебом, спал на полу, но телевизору не в углу. Вот, вот, просто такой штрих к портрету, вот то, что я унаследовала. И вот это, значит, круглосуточное, что не то, что вот пришел домой, пузом кверху улегся, значит, нет, они продолжали, там, отец вот помогал маме научный аппарат вот в ее диссертации, ну, господи, биолог, а он, ну, математику там, какую-то обработку, в общем, в итоге диссертация была такая, что ей предложили по материалам этой диссертации книжечку выпустить. И книжечка эта была выпущена, она, и эта диссертация даже вот до сих пор не утеряла научной ценности. Это я все к чему, чтобы вы понимали, вот, из какого-то сессора я произросла, и вот почему я так смотрю на вещи. То есть вот в тот момент, когда, собственно, вот формировалась моя психика и взгляд на вещи, у нас дома царила атмосфера колоссальной научной добросовестности. То есть если вот в этой маминой диссертации была ссылка на литературу, то вот совершенно железно можно было открыть вот ту книгу, ту страницу, и там было вот именно это написано, на что она ссылалась. А, вы знаете, это далеко не всегда это бывает. Потому что вот мамин же, научный руководитель, он там тоже, значит, писал научную работу, ну, к которой были припаханы его сотрудники. И он там, значит, ну вот на что вы здесь там ссылались? А, да вроде вот на ту книгу, ну, напишите от фонаря там какую-нибудь страницу, кто это будет проверять. А своей добросовестности вот у него не было. Вот даже моя мама, она как ученый, в принципе, значит, вот звезд особых с неба не хватало. Ну, вот некий вот уровень у нее был, но вот не звездный. Но вот весь институт физиологии имени Павлова на стрелке Васильевского знал, что если вот Трубицына, это была ее фамилия, значит, если Трубицына поставила опыт, то достоверность результатов этого опыта 100%. И пробирки там были стерильны. И все, что надо, там вот было сделано. И вот та белая крыса там была выдержана при таких-то вот условиях климатических ровно столько времени, сколько написано в научном отчете. Ну, вот это вот, собственно говоря, это было там с чаем всосано мною, значит, вот в те давно прошедшие времена. Ну, вот я оказалась в своей семье, значит, вот такой вот в семье, там горе, как говорится, я так сказать, горе в еврейской семье, значит, вот такая черная овца паршивая, значит, вот ученым я не стала. Вот у меня, значит, тоже в раннем детстве открылась склонность, ну, фактически графомания, значит, заработана. Ну, тоже я знаю, откуда там корешки тянутся. Ну, в общем, вот во мне это как-то все, значит, вот уже чертополох расцвел, именно во мне. И вот это, значит, желание там что-то писать, оно там давилось, искоренялось, порицалось, ну, как только могли, вот его истребляли, но, значит, графомания оказалась сильнее, вот в итоге, так я по этой линии, значит, ну, так немножко побрыкавшись и попетлевшись, вот я пошла по этой линии. Но научный, значит, вот этот вот тыл и все мое воспитание из детства, оно тоже никуда не денется. Я вот тоже всегда говорю, но, может, тут еще не всем это рассказывалось, что я себе не помню две вещи. Как я впервые начала придумывать какие-то истории, это я буквально вот именно пешком под стол, вот под кухонным, обеденным столом на кухне, это был целый мирок для меня. То есть, вот каких я была габаритов и какого возраста. И там уже, вот здесь кто-то жил, там кто-то жил, какие-то разворачивались истории. Второе, что я себе не помню, как я взяла в руки паяни. Вот, а это я не просто в качестве вот такой, значит, болтологической фигуры, вам это упомяну, это тоже, вот я буду дальше говорить, это все отзовется. То есть, вот отец там, я не знаю, двухлетнему ребенку, причем девочке, он вручил этот паяльник плавящий волна. Ну и заработав энное количество волдырей, я научилась паять. И, собственно говоря, это тоже потом сыграло свое, вот уже в том, чем я сейчас занимаюсь. И вот, значит, я, как вот продвигалась моя, собственно, научная биография. Ой, а не научная, ну, научная там тоже имела кое-какое место. Ну, вот моя писательская биография. Посмотрела я в детстве, значит, фильмы с Гойко Месячевым в роли главного индейца. Все, я буду этнографом, я поеду изучать индейцев. Ну, а пока до моего становления этнографом и отправки, значит, вот к угнетенным американским индейцам, которых до сих пор там бледнолицые комбои, значит, мордует определенно, я принялась писать там великий роман, значит, об американских индейцах, где там, боже мой, естественно, это вот по тем легалам и канулам, подчеркнутым из тех фильмов. Ну, причем дописала до конца, значит. Ну, там были отлавливаемые мои родители, я им там это все задвигала, там подругам в школе, значит, ну, вот я там себя чувствовала писателем. Ну, естественно, родители меня за это глубоко порицали, там говорили, вот ты никому не показывай, вырастешь большая, будешь смеяться до коликов, вспоминая вот детскую придурь. А я думаю, смеяться до коликов, что бы это значило? Вообще. Потом я, значит, где-то с полки там на меня упала книга Стругацких, вот, я, значит, прочитала «Страну багровых туч», тут же меня понесло в научную фантастику, я там, я рожала великий, значит, научно-фантастический роман про то, как, боже ты мой, почитав определенный круг литературы, естественно, у меня там полетели на далекую планету и устроили там социалистическую революцию на этой планете, или там вписались вот в местное освободительное движение. Все, как у людей там, с героической гибелью главного героя, там, засветлое будущее там трудового народа той планеты. Ну, вы знаете, что интересно? Я никогда не ходила ни в какие кружки там во дворцах пионеров, у там, юных литераторов. Ну, был эпизод там в школе, я несколько времени ходила в кружок юных журналистов при газете «Ленинские искры». Ну, это, в общем-то, был эпизод. В общем, журналистских намерений у меня никогда не было. Ни я, ни мои родители никогда не пытались вот мои, значит, эти опусы подсунуть, ну, каким-то литературно продвинутым, там, значит, людям, ну, до которых можно было дотянуться, что вот-вот, так что же вот там делает мой ребенок, и будет ли из этого какой-то толк. Что самое пикантное, я вот какой-то печенкой, я понимала, что это не товарный продукт, вот то, что я делаю. И это интересно вот только мне и моим родителям, значит, и намного-намного позже вот, собственно, кодовая фраза, которая все это объясняла, ее сказал мой наставник по верховой езде. Фраза такая, кто-то любит лошадь, кто-то любит себя на лошади. Вот я всю жизнь любила и люблю именно лошадь. Мне нравится писать книжки. А там напечатают это или нет, это дело, ну, собственно, десятое. Дадут ли мне за это премию, это дело вовсе, там, 22-е. Я просто хочу писать книжки. Я как в детстве, я по-прежнему вот хочу сочинять какие-то истории, я рассказываю тех людям. Предположительно, значит, ну, поскольку я этим занимаюсь каждодневно и ежечасно, значит, хочется это делать хорошо, хочется это делать все лучше и лучше. И вот тут-то, собственно говоря, зарыта собака. Значит, после, там, перегорев научной фантастикой, я тоже вот очередная художественная книга на меня в библиотеке упала с полки, мне на голову была прочитана, и я открыла для себя средневековую. Значит, ну, было уже там и Айвенка, конечно, у меня давно прочитана, еще кое-что, но вот та книга, она меня просто достала, вот как-то эмоционально оказала воздействие, и вот все, я погрузилась в средневековье. И опять-таки, вот как, значит, вот тут тоже вот в нашей с вами беседе вот оказалось, по мотивам Вальтера Скотта, Конан Дойля, там, «Белый отряд», еще кое-каких произведений я принялась, а мне это уже было, так, лет 16, наверное, 17, я принялась писать великий исторический роман, типа, о, значит, неведомом государстве, ну, так, плюс-минус между Францией и Германией. Отношений с этими странами я там не касалась, просто вот такой, ну, фэнтези чистой воды, боже мой, как я теперь-то понимаю, тогда слова такого не было, вот там, в середине 70-х годов. Значит, вот просто вот государство там, вот на севере, конечно, государство там живут глубоко отрицательные, отрицательный завоевывает положительных, там масса, значит, всяких приключений, и свое государство они отвоевывают. Ну, это на самом деле я отрабатывал этот европейский миф, порожденный нормандским завоеванием Аглии. Вот, 1066-й год. Благо, книга, которая-то вот на меня с полки свалилась, она как раз была вот о одном восстании, которое имело место вот после этого завоевания, через три года. Вот. И вот я это писала, я получила массу удовольствия, я там с определенной самоиронией это писала, то есть я это не воспринимала вот с таким трепетом, потому что я пишу великий роман. Нет, я говорю, ну да, я роман пишу, значит, массу. Я говорю, массу удовольствия я получала, я прекрасно понимаю, что это никогда не будет напечатано, но вот прет из души. Вы знаете, когда тоже вот приходит уже вот в моем нынешнем, так сказать, ранге, приходит трепетное создание, там протягивает дрожащими ручками там свои какие-то листы или флешку и говорит, вот скажите, могу ли я писать? Есть ли вообще у меня там дарование, вот как бы стоит ли мне продолжать? Я говорю, да, деточка, если есть сомнения, вот, знаете, это страшная, страшная, циничная, жестокая фраза, но это истина в последней инстанции. Можешь не писать, не пиши. Вот если ты можешь жить, вот обходясь без этого, и не надо тебе заниматься. Вот там за другие профессии я говорить не буду, но вот писательство – это именно та стезиар, которой можно заниматься вот только если вот, если ты сдохнешь, если не будешь, физически сдохнешь, если не будешь, вот, разорвет изнутри, вот, если тебя разрывает, а если это есть, то не возникает и вопросов. А надо ли мне, вот, могу ли я этим заниматься? Да тут не спрашиваю разрешения. Вот, и я как раз такой экземпляр, который никогда ни у кого не спрашивал, могу ли я там, можно ли мне, дозволено ли мне. Слышь, я просто писала. И вообще, как танк, вот, неслась там под горку на этом самом, ну, как мое корыто, которое, ваше корыто там, не включая передачи с этой, с горки, значит, сдернуло. Вот, примерно вот так вот. То есть я не могла не писать. Но, значит, вот писала я, писала этот роман. Знаете, когда я в 13-м томе этого романа, тома были такие, вот, тетрадка 48 листов, моим бисерным почерком страницы с двух сторон были, исписаны. Вот, когда там была поставлена последняя точка, я радостно закрыла последнюю страницу, все это убрала в комод. Слушайте, я ни разу с тех пор не открывалась. С 70-го, там, не знаю, 5-го года, когда вот я поставила эту точку. Это вот, эту историю я всегда вспоминаю, когда вот, вот этот рассказ, он беспомощный в этом отношении, беспомощный в том, но из него там вот можно сделать. И я всегда говорю, ребята, закройте этот текст, скажите спасибо ему за то, что он вас чему-то научил. Идите дальше. Вот. И, значит, вот этот роман, и я говорю, я уже была, ну, как сказать, там, в 77-м году я поступила, в 76-м поступила в ВУЗ, технический ВУЗ, это был мой, собственно, выбор. Я там тоже ни в ЛИТ-институт, никуда не стремилась. И я понимала, что вот я написала не товарный продукт, и даже дело не в литературном уровне. Я понимала прекрасно уже тогда, что я еду вот по волнам, так сказать, ну, по дорожке, уже смазанной Квентином Дорвардом, Айвенга там и прочим. Я ту информацию, которую я вкладываю в свой роман, я почерпнула оттуда. Вот ту самую пресловутую матчасть, которую я, значит, призываю учить, те отношения между, предположительно, средневековыми людьми, тот их материальный антураж. Все, 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 вот что у меня было в этом романе, это было подчеркнуто из чужих художественных произведений. Кроме того, вот в тот же примерно период я начала убеждаться, что товарищи писатели иногда, они тоже бывают троечниками. Они тоже, значит, там гонят пургу, иногда сознавая это, иногда не сознавая. Там все стадии добросовестности можно наблюдать, вот читая исторические романы, там все стадии, все уровни знаний и все стадии добросовестности. Начиная там от политической ангажированности и кончая, а ангажированность там самая разная бывает. Вот самый примитивный вариант, это, ну, когда идут столкновения каких-то исторических тенденций в развитии. Ну, не знаю, кто-то отстаивает централизованное государство, а кто-то в вольности и феодальной раздробленности. И положительным героем всегда выступает тот, кто оказался вот на магистральном пути истории. Ну, хоть ты и тресни. Вот это самый такой примитивный уровень. И кончая, значит, вот элементарным незнанием. Там сколько кос было у древнерусской девушки, например, там, ну и так далее, и так далее. А это все очень важные вещи. И когда я стала вот убеждаться, что товарищи писатели, вот они что-то очень такое странное иногда пишут, когда я поняла, что вот один пишет одно, другое диаметрально противоположное про те или иные события, вот тут я в свои там 18 тогдашних лет я умудрилась сделать вывод, что никогда не использую информацию, почерпнутую из художественной литературы. Вот историческую информацию, вот досками крест-накрест, это истина в последней инстанции, это приказ. Никогда не пользоваться вот такой информацией, если она не подтверждается серьезным научным источником. Потому что это вот я говорю, писатели тоже бывают троечниками. Они не все знают и не всегда добросовестны. Вот это, значит, вывод я сделала. А на тот момент меня переехала викингами. И вот на, значит, тоже вот на свое счастье я, значит, решила, а да, художественной литературе-то не достать было. Это сейчас про них только ленивый не писал и не снимал разной степени глупости фильмы. Вот. А тогда это было, значит, вообще там, человеку говоришь слово викинг, я говорю, а что такое? Вот реально это была ситуация. И вот в этой ситуации я давай, значит, вот разыскивать информацию, интернет, тогда его еще в проекте не было. Значит, были там посещаемы все на тот момент доступные мне библиотеки, а доступны мне был только студенческий, студенческо-пТУшный, значит, вот отдел публички там на Красноплотиловской. Вот где я и там и просиживала. И я стала читать все более научные, все менее популярные книги о, значит, соответственно, древних скандинавах. Ну и вот конец был страшен. Я написала произведение вот по мотивам старшей Эдды, по одному из там сказаний, которое мне очень понравилось. А понравилось в основном потому, что главный герой хроману. У меня отец перенес 2 года полиомерит и, значит, всю жизнь ходил на протезе. У меня во всех ранних моих вот этих графоманских опусах все герои, все главные герои были все хромые. Я только потом поняла, почему это у меня из подсознания, значит, вот, лезло. Что это был вот такой бонус главному герою, что он хромоногий. Это в этом, ну, было вообще как с орденом человек ходил. Ну вот. И, значит, я, это вот произведение по мотивам старшей Эдды, сейчас оно называется «Хромой кузнец», и оно было написано, вот, я читала и сами сказания, и я читала научные работы, которые там каждую букву десятью способами в этих сказаниях они истолковали. И вот это произведение было первым, которое я вот, как, кстати, отстраненно на него посмотрела, я поняла, что я сделала товарный продукт. Потому что это была моя информация, лично мной нарытая у маститых ученых. Вот. Причем я читала разных, с диаметральными мнениями, там, значит, ломала голову, пытаясь разобраться, значит, вот, кто же из них там вообще, чей бог божественнее, значит, скажем так. А дома меня еще ругали родители, что я там вот не по автоматическому регулированию, значит, зараза такая читала, а по, значит, каким-то там поганым викингам. Вот. И вот это, с этим я в 80-м году пришла в издательство «Детская литература». Ну, собственно, вот, ну, сказать, с этой точки идет уже, как бы, я высунулась в литературу. Вот. Ну, дальше там у меня развернулась очень такая, ну, вполне стандартная для советского, значит, начинающего литератора, там и с выкидыванием меня из плана и обвинение там даже в политической неблагонадежности, «Боже ты мой, за викингов и древних славян я это умудрилась». Ну, легнул режим напоследок. Конечно, там смешно мои переживания сравнивать вот с людьми, которые действительно пострадали. Но, значит, и вот пока это все происходило, книжка у меня вышла в 89-м году. Я 9 лет ее ждала там с привлечениями, значит, с шишками на мою, значит, голову. Я, знаете, меня это не волновало даже. Когда я узнала в 85-м, что меня там выкинули в черту из всех планов, и вообще велели на пороге издательства не покладаться, ну, я сказала, ну, ладно, что я там слез в подушку не лила, не лила там, вешаться не собиралась, я сидела, писала. Никто у меня не мог отнять, значит, вот бумагу, ручку, там компьютеров не было, я компьютер себе самодельный, ну, техническая. Есть места, которые вас посадили бы за них, за бумагу, и даже не за ручку, а за кусок грифля в карцер. Так что не слишком обращайтесь. Ну, нет, ну, так сказать, уж не до такой степени. Аллилуйя. Не до такой степени, да. Вот, значит, мне не могли запретить писать, там, сочинять, работать дальше. И я себе работала. В итоге, когда в 89-м году вышла книжка, и тут меня открыли, я пуды притащила в издательства, ну, которые там постепенно и вышли. Так это, значит, я все к чему говорю, что когда я обнаружила, что мои драгоценные викинги-то, оказывается, приезжали на Русь, и на Руси, значит, а я, быть, полностью не в курсе, что на Руси происходило, из учебника в учебник, значит, да и не только в учебник тянется фраза о древних славянах почти ничего неизвестно. Я задалась вопросом, да как же так? Вот эти академики, которые там, люди столько не живут, сколько они в своих раскопах просидели, и чем же они там занимались? Как же так-то, что ничего неизвестно? Ну, вот я тут уже совершенно сознательно пошла по научным библиотекам, уже как бы на викингах я немножко потренировалась, но, собственно говоря, по сейчас я не вылезаю из вот своих научных раскопок, и, ну, каждые буквально там три минуты я открываю что-то, боже мой, да что я там скребу, когда я вот таких основополагающих вещей не знала. Но это я вот рассказываю, может, это в какой-то мере интересно, но это не объясняет фразы «учи за разом отчасти», с которой я тут ко всем, наверное, обсуждаемым, я в той или иной степени приставала. Значит, когда человек пишет о какой-то вот… А матчастью я все портрет называю, от заклепок на шлеме и кончая вот тем языком и образом мысли, и персонажа. Это вот… Ну, просто комплекс вот этим словом я подзначаю тот комплекс знаний, который хорошо бы литератору иметь, когда он вот этим занимается и об этом пишет. Значит, вот тут был уже, значит, разносим автор, который полез в компьютеры, значит, в будущем не очень в теме, и вот построил на этом свой рассказ. Вообще, на самом деле, у человека вот данные литературные квалификации получаются абсолютно разные тексты, когда он пишет о том, что он знает и любит, и когда он пишет о том, о чем он… Так, это понаслышке. Ну, вот почему-то решил включить свое произведение. Вот блистательный пример – это вот сидящий здесь Александр Карапанцев. Значит, я его критиковала, значит, и критикую, и критиковать буду, значит, очень жестоко. Вот. Но в его рассказах, когда речь заходит о шахматах, это страницы просто чеканного золота. Как он пишет о этих шахматных фигурах, там, вот, значит, черные, там, силы черных вообще свернулись тугой спиралью, там, вот, назрело напряжение, там, киржальный удар. По позициям белых, там, ферзь вообще, там, с лоплями удирает с доски, значит, король падает, там, бьется в судорогах. Ну, какие слова человек находит? Вот, почитайте любую книгу о современной жизни и попробуйте, вот, по ней сделать вывод. Умеет человек, там, вот, водить машину или не умеет? Однозначно определите. Потому что, если вы скажете, что человек, там, прыгнул за руль, врубил четвертую передачу и пошел на огонь, ну, значит, да, вы по краскам описываемого, вот, это определите. Любой род деятельности. Человек, который, там, не знаю, он роет, что называется, в лингвистике, он вам так опишет деятельность переводчика. Он такие, там, значит, вот, такими случаями украсит, он такие найдет слова, он на этом сюжетный ход построит. А другой просто напишет, а вот он пришел, перевел, там, попереводил для какой-то делегации и, там, пошел дальше. То есть любой какой-то, вот, момент, который вы реально знаете, вот, у меня вызвало глубокое уважение, значит, нашего коллега, который, вот, тоже сидит с грустным видом и ждет, значит, там, нелицеприятного разбора. У человека в рассказе, вот, мы просто тут побеседовали немножко, я просто испытала глубочайшее уважение. У человека должен попасть в аварию мотоциклист, она пошла с байкерами, значит, вот, разговаривать, потому что там он же должен специальными словами материться, когда он там кувырком полетит. У него на рефлексах определенное выражение, там, вылетело. То есть он должен говорить вот этим языком, думать этими мыслями, там, и делать соответствующие слова, там, ну, байкеры пошли на консультацию, правда, значит, потом сознались дурацкие, и вопросы показались дурацкими. Им был предъявлен текст, они обалдели, и говорили, мы не представляли, что ты так напишешь. Вот. Значит, вот к чему я говорю, значит, не просто вот надо, значит, учить за разом мальчасть, потому что вот придет Мария Семенова, там, у Башкина дает, вы на совершенно другом уровне будете писать. Кроме того, значит, если вот у вас возникнет какая-то незнакомая для вас тема, а вы в нее полезете и вот на какую-то глубину ее раскопаете. Понимаете, вот это будет то, про что я здесь уже расплянулась в предыдущем, значит, обсуждении, что вы выйдете на другой уровень. Вот вчера вы этого не знали, а сегодня, значит, вы, во-первых, вообще узнали, что есть такая проблема, и что там можно, оказывается, вот туда воткнуть лопату и там такого накопать. А мы думали, что там ровное место. Мама дорогая. Ну, я не знаю, там, например, женская прическа, там, в эпохах и ее значение. Слушайте, там такое, там такое, значит, мы это вообще себе не представляем. А вот для меня, например, когда я вижу, там, вот, Древняя Русь, там, Благолепие, значит, идет прекрасная девушка там в Сарафане, и ее косы, все, автора в корзину. Потому что, если это была, таки, девушка, а вернее, так сказать, слово девка употреблялось, слово девушка, это уже был намек на доступность. И вот, значит, у нее была одна, так сказать, в скобках одна штука косы, без вариантов. В момент свадьбы там ее расплетали там с определенными обрядами надвое и навсегда убирали под головной убор. Эти волосы потом только муж в интимной обстановке видел. Все, не дай бог там их свекор увидит там кто-то еще. А простоволосица? А простоволосица, это в самом мягком варианте, за это белимун. А вот две косы, надлежащие замужней женщине, выпущенные наружу из-под головного там какого-то упора, это был зримый признак проститутки. И поэтому, значит, вот рассказывайте мне про светлый образ Любавы в фильме «Садкова». Бледище с двумя косами, извините, ради бога. То же самое в фильме «Александр Невский». А между прочим, вот это слово «бледище», оно не было матерным, вот в нашем понимании этого слова. Оно было связано со словом «блуд», то есть это некое заблудшее, так в частности еретиков называли. И это тоже, в принципе, значит, вот это тоже мальчистка, которую знать надо. И даже просто маленькая-маленькая вставочка, и даже иногда это относилось не к человеку, так сказать, а к некоему свойству любого предмета. Я сразу вспоминаю это лисково, прекрасного знатока русского языка, у которого диакон говорил «все сие есть блять внешнее». В архивах Тобольского, в исторических архивах Тобольска полно судебных дел, где в заголовке, где кратко аннотируется дело, есть слово «блудники», и речь идет не о тех, кто половым утехом предается, это те, кто, ну, скажем, заблудствует, и, так сказать, недолжные вещи говорит. Да, «блудники». Вот, а это, ну, значит, вот, ну, казалось бы, да, там волосы и волосы, там, платочек на голове, и вот тебе древняя Русь, да? А вот такие вот фишки вылезают. И здесь можно, ну, во-первых, пройти мимо, значит, каких-то вот богатейших угодий, смыслов, и вот игры на этих смыслах, и вообще вот познавательной стороны произведения. А можно в такое вляпаться. Вот, я вот тоже тут кому-то уже рассказывала, вот дивный совершенно случай, это случай из нашей жизни, вот, связанный с этими вот знаками, символами, изображениями. Ну, молодой парень решил сделать татуировку, и понравилась ему картинка, там, обнаженная девушка, там, что-то у нее там фата, прижатая короной, единственная одежда, ее ноги обвивает змея, она вот эту змею там, типа, гладит, вот, ее голову. Он сделал там, где-то у себя там на бедре, что ли, эту татуировку, пошел на пляж, и к нему подошли. Оказалось, это татуировка вот лагерного комика. Да. Вот, и в итоге парень погиб просто. Потому что вот не учил он матчасть, он не узнал, что значит эта татуировка, прежде чем, а, прикольный рисунок, сделаю татушку. Вот, пожалуйста. И в итоге незнанием отчасти вот того, о чем вы, значит, хотите написать, или около того присутствующей, это может оказаться вообще вашей литературной смертью. Если не вот, ну, физическая там, ладно, свят, 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 будем все сто лет живы и здоровы. Но вот как литератор вы можете просто вот кончиться на этом. Я там не велик авторитет, конечно, но вот просто лично для меня во цвете лет помер Борис Акунин. Когда я, решив ознакомиться, ну, что ж там вот за такой у нас замечательный есть прозаик, я где-то, значит, в ларьке на улице купила белый бульдог, белый бульдог, белый черный монах. По первым страницам, слушайте, я от зависти померла, думаю, ву, как с русским языком-то управляется человек, ну, там каждое слово просто, я говорю, реально, вот я думаю, ву пишет-то, куда мне, значит, грешные вот до таких стандартов. А дальше началось. Белый бульдог замешан на помещичьем разведении, собаками. А каждый помещик он перед другими выпендривал со своими собаками. Там вот, не помню автора стихотворения, заревели зюзинята, запищали кашкирята. Вот кто может перевести на современные? Вряд ли. Когда я это процитировала своей маме, она сказала, ну, кашкирята, ну, понятно, кошки. Нет. Это имелись в виду даже не с горы, а популяции собак. Помещика зюзина и помещика там, ну, как тут фамилия? Кошкин, Кашкаров, в общем, какая-то такая, от которой вот эти кашкирята могут происходить, там они кашкирята. Разводили вот гонщик, чтобы мои гонщики, ну, вот они там дичь, значит, они гонят, но чтобы они еще голосом выделялись. И в итоге вот заревели зюзинята, у помещика зюзина тасы, а у другого скорее вот такие тонкие, тонкие были голоса. Вот какие, значит, тонкости. Плюс я имею, ну, поскольку вот, значит, у меня, я держу с 2000 года собак, я дружу с заводчиками, там, посещаю эти питомники, я имею какое-то вот отдаленное представление о том, как вообще делать разведение собак. Я могу себе представить, как это должно было, ну, плюс-минус по лапте, как оно должно было выглядеть у этих помещиков. Ну, потом, ну, читала я там кое-что по этому поводу. Хотя специально в это не вникала. Когда я вижу у Акунина, что все разведение собак представлено тремя кобелями, а там, в принципе, значит, вот один-два элитных кобеля и огромное поголовье сук, значит, вот, которые должны делать щенков от этих кобелей. И причем их там не псори, с ними занимаются, которые не менее хозяином помешаны на вот этом разведении, а какая-то левая девка там, значит, гуляет с вот наследником вот этой кровной линии. Но, ребята, человек строит на этом сюжет и совершенно не в курсе, как оно происходит. То есть вот здесь мне уже захотелось для себя похоронить замечательного писателя Акунина. Я все-таки решила, ну, купил веревку, надо же удавиться. Я решила почитать все-таки «Белагеи. Черный монах». Там то же самое, только еще, значит, вот, страшнее. Герои плывут там на пароходике через озеро, налетает буря, и команда, состоящая из монахов, дружно куда-то тащит канат. Вот они тянут, тянут, тянут какой-то канат. Зачем, почему, значит, ну, человек, имеющий некое понятие вообще о мореплавании, а я некое понятие о мореплавании, слава богу, имею, ходила под парусом в юности. Значит, во-первых, я знаю, что некуда и нечего им было на этом пароходе тащить. Во-вторых, я как бы поняла, откуда это взялось в тексте. Акунин, небось, в детстве читал морские рассказы Станюковича или кого-то еще, и он помнит вот эти описания, значит, бурь, где там вот матросы жились там, и наживая грыжа, они вот управляют парусами, они тянут какие-то канаты, и вот это туда забежало. Дальше, ну, дальше там самый уже очистепительный эпизод, вот, на котором я вам попытаюсь показать, вот во что можно влипнуть и что потерять в итоге. А там на далеком острове, там что-то, в общем, непонятное происходит, и туда, значит, засылают одного за другим, ну, людей, чтобы разбирались. Ну, собрали хоть сведения, там понять надо, что происходит. Туда приезжает, ну, там такая тонкость «Еврей выкрест», вот, один из этих посланцев. То есть человек фанатично-православный, ну, был новообращенного, вот, поэтому имеет значение, что он выкрест. Приверженец семейных ценностей, то есть тут весь иудаизм и все православие, вот, сошлось, вот, жена, дети, там, влево, вправо, там, не то что шагу, там, взгляд его не отводит. И что с ним происходит? Только высадился на причале, пошел в ресторан и увидел таинственную незнакомку. И его пронзила, ну, там не то что стрела Амура, там залп Катюши Амура его накрыл. То есть он такую страсть испытал вот к этой женщине. И пока он, значит, пускал пузыри там, ну, в общем, обстоятельства их развели. И потом он из точки А в точку Б там идет по ночной дороге, там огромная луна висит, вдруг там грохот копыт, значит, вот на вороном коне скачет, вот черная всадница там, мечет взором молнии, сидит амазонка, это вот закинув на переднюю лугу специального седла, ну, значит, подлетает, в общем, вот он совершенно офигевший на нее смотрит, а ему, так пойдешь ли ты со мной? Значит, пойду. Так хватайся же за стремя, говорит она. И вот тут вот ключевая фраза. И он схватился за серебряную скобу. Конь делает рывок, мужик улетает в канаву, значит, ну, то, в общем, на этом как бы любовная линия и кончилась. Вот когда я это прочла, вот я уже не помню до конца это читала или нет. Слушайте, Акунин пишет о временах, когда вот на постоянной основе ездили вверху. И он не знает, что такое держаться за стремя. Никто не хватается за серебряную скобу, хоть будь она золотая. Потому что при движении лошади это утянет ногу всадника назад, тем более тут всадница. У нее органы управления лошади. Вот левая нога со шпорой, правая рука с хлыстиком, и левая рука держит пол. Вот три органа. Он утянул ее ногу со шпорой, держась вот именно за скобу стремени. Все. Это как вот, ну, для людей, которые не причастны к верховой езде, вот вы по ухабам едете рядом с водителем в машине. И он вам говорит, ну, тебя там, наверное, трясет, болтает, ну, ты за грудь придерживайся. Мансенс. Ровно та же ситуация, только в переводе на верховую езду. Теперь дальше. Это вот как бы на чем проехался писатель Акунин. А теперь что он потерял? Правильно держаться за стремя, надо вот, когда говорят держаться за стремя, надо держаться за путлище. Ремень, на котором он на стреме висит. И вот представьте, этот вот протерный там Катюша и Амур, значит, человек, он должен по плечу запихнуть руку под ворох благоухающих юбок к теплому бедру вожделенной женщины. Инфаркт и инсульт вообще на месте. Я говорю, какой эротической силы сцену он потерял? Вот, 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 вот про что я говорю. Она могла жестоко, как часто бывает, как в садинной коннике знают, сказать ему, хватайся за хвост. Это было обычно. Бежать облегчало, помогало. А когда плывут, так вообще за хвост держаться проще. Если несколько человек. Могла за хвост подержаться. Слушай, к лошади вообще не любите сзади подходить. Сзади не надо. А сбоку вот так вот хватить, запрять хвоста, хорошо выезженной лошади, можно сколько угодно. Правда, если он каталожит, то это могло тоже подавленное желание. Вот, это я к чему? Ну, значит, товарищи, мы тут, как бы у нас семинар фантастов, да? Мы тут пишем фантастику, и, значит, иногда пишем фэнтези. Фэнтези, вот, к моему большему сожалению, почему-то принято считать фантастикой для ленивых. А что там писать, там, волшебной палочкой помахал, там, и все у тебя уже готово. Ну, была бы там вот любовная линия, были бы там герои, были бы там... Принцессы. Да, принцессы, там, желательно, дракон, артефактники, ну, вот, все вот такое. Типа, а что тут вообще знать? То есть, если ты пишешь какую-то космическую фантастику, ты хоть знаешь, что такое световой год, что такое парсик, извините, какая по счету Земля, планета от Солнца. Желательно знать. Знаете, встречал я варианты на эту тему. Могу до завтра у вас смешить вот на эту тему приколами. Ты хотя бы знай, что такое созвездие, и почему туда влететь нельзя на космическом корабле. Желательно это себе представить. Желательно, но не взлетает. Что, блядь, сплошь и рядом. Когда мой корабль оказался уже внутри созвездия, и я там, значит, тут иду. На голубом глазу, значит, это вот народ пишет. Я говорю, ну, вот есть моменты, которые мы все понимаем, что вот это бред силой кобылы, и так писать нельзя. Иначе это будет пародия самого вообще такого интересного свойства. Так вот, почему-то, когда пишут фэнтези, вот считается, что ничего знать не надо. Вот, зная волшебной палочкой, махай, да, принцесса там, прическу поправляет. Я вас умоляю, когда ты пишешь фэнтези, это отличается только набором наук, которые надо знать. Если ты пишешь научную фантастику, значит, ну, ты сами представляете круг наук, который надо знать, да? Хотя бы азы, там, вот, астрономии, там, ну, хотя бы физики, чтобы у тебя лазерное ружье-то там правильно плевалось, да? И так далее. В общем, вот, ну, как-то, в каких-то осях что-то себе представлять надо. Надо все-таки, ну, знать, что такое принцип реактивного движения, там, отличать планетарные двигатели, там, от, не знаю, гиперсветовых. Так вот, когда мы беремся писать фэнтези, это отличается только кругом наук, которые должен автор знать. История, антропология, этнография, фольклористика, оружиеведение, там, геральдика, слушайте, ну, перечислять, да, завтра? История костюма. История костюма. Я говорю, все вот, и куча-куча-куча вспомогательных дисциплин, плюс практические умения. Вот, когда мы пишем космическую фантастику, ну, что такое невесомость, мы обязаны представлять. И что там, ну, примерно, как происходит, вот, изволи иметь. Что такое ускорение, там, перегрузки положительные, отрицательные, там, и так далее, и тому подобное. Почему, когда мы пишем фэнтези, можно писать, вот, всевозможные ложи? Вот тоже, вот, мой любимый человек в этой аудитории, Александр Карапац, который, вот, в итоге, тут мальчиком-лебедья у нас оказывается. Вот, насколько гениально человек пишет о шахматах. Но когда, вот, в рассказе, не включенном в круг, значит, обсуждаемых, я читала, как герои, там, приехали на рыцарские турниры, ну, мне захотелось, вообще, что-то очень нехорошее сделать с автором. Потому что там такое было надругательство над происходящим. Там происходит рыцарский турнир, туда три таких, значит, чувачка являются, а мы вот и приехали участие принимать. И, значит, и, вот, тут-то было, что кольнул коня, там, вот так, этот копьё. Да. Значит, тут, там эти, вот, вся эта троица, они последовательно с одним и тем же рыцарем там дерутся. Вот, пока его, наконец-таки не утоптали. Ну, и, в общем, масса всего. Слушайте, приехав на рыцарские турниры, ты предъяви герб, ты докажи, что ты к нему отношения имеешь, ты предъяви боевого коня, там, всю эту амуницию, и тоже докажи, что ты с этим управляться, спасла. Потому что твой зелёный труп, тут, в первом же, в первой же ошибке, он никому не нужен. И так далее, и тому подобное, значит. Вот, лошадка должна быть обученной. Опять же, лошадка должна быть обученной. Вот. Между прочим, это одно из моих предъяв к Джорджу Мартину. У него, это, значит, непроходимая дура Дейенерис, с драконами себя ведёт, как американская домохозяйка, подобравшая собачку на улице. Что собачка отогрелась, подкорлилась, начала характер показывать, и была посажена на цель. Или сдана там, куда там на охрану. Вот как она с этими драконами, подружками, выступает. Дура ничего не придумала, как их в подвал запихать. Ну, нашла место. Нашла им место, да. У неё, она же там, это, холиси этих, дотракийцев. Ну, они, по-моему, это кедо какие-то, дотракийцы. Вот. У неё за спиной народ профессиональных дрессировщиков. И она не нашла, кого спросить о дрессировке живого существа, там, будь у него, не знаю, крылья, хвост, это гребешок, который, а способен обучиться, да, хлопать раковиной, пукомать. Она же холиси. Она холиси. Слушайте, вот на этих драконах очень испыкающихся, не хилая ситуация. Испыкающихся не вырабатываются условные рефлексы. Поэтому, возможно, она как раз использовала опыт предков. Дракон не пресмыкающихся. Слушайте, если считать дракона хрестоматийным пресмыкающимся... Я сам дракон, я знаю. Что вы ржёте? Если есть какое-то понятие вот о выучке боевого коня, да, сербская баллада, больной дочин. Он идёт в хлам больной, слабо идёт, но всё-таки больше некому. Он идёт на поединок с могучим басурманом. Садится вот на своего коня, поехал сражаться. И басурман со страшной силой в него бросает копью. Дальше строгий. Но гнедой обучен был для боя. Он припал проворно на колени. Он уберегает хозяина от этого копья. Это был стандарт вообще воспитания. Конь спиной мог поймать падающего с него там раненого хозяина. Он там сожрал бы врага, который пытается вот всё-таки упавшего хозяина добить. Если хозяин попал в плен, конь мог прийти перегрызть верёвки его за шкварника от врагов утащить. Но это какой должен быть симбиоз между хозяином и этой лошади? Просто сесть на лошадь и ждать от неё такого поведения это маразм. вот представляете как можно написать если это хотя бы в осях представлять и в какую можно впасть парашу если этого не знать мы смело берёмся об этом писать он какую-то лошадёнку поймал и поехал на ней сражаться ну в принципе такое и бывало но много ли ждать это пушечное мясо поехало вот и здесь я плавно перехожу к такому аспекту матчасти как собственные практические умения вот там например вот я одна моя подруга которая решила писать фэнтези она в другом городе живёт вот когда она у меня оказалась вот все две недели её пребывания я просто вот весь ну как бы окромя времени на сон я всё это делала всё это время ей вот просто долотом с молотком лупила по башке учи зараза матчасть она она не представляла а как зачем у меня фэнтези у меня там сплошные допущения в итоге первое что я читаю там на первой же странице где я открыла рукопись у него был такой меч который обычный человек там от земли не мог ну да он с этой рельсой там в бой пойдёт много навою ну один удар там если суперсильный мужик там ну нанесёт я говорю ты представляешь сколько вообще средневековые мечи то весит причём мечи то были многоразличны дальше значит ну ладно вопрос сняли дальше она считает что ну чем длиннее меч тем типа вот круче боится и он у неё там водит вот как перст ходит наёмничает примерно так а вам вы совершенно правы это как бы значит вот чем тут чем тут чем здесь тем меньше лучше в итоге у неё там мужик ходит значит наёмничает один вот как перст с колоссальным двуручником там за спиной таскает она считает что это оружие на все случаи жизни вот я уже ну это как бы вот она такие вещи там понаписала вот опять я на неё орала что такое двуручник ты хоть почитай что это такое как им воевали и как он применялся и почему бойцам с двуручными владеющими этими двуручными мечами почему им двойную зарплату платили вот и чем они за эту зарплату собственно говоря отвечали без понятия смотрят на меня большими голубыми глазами я иду задать вопрос почему Александр Невский свою дружину наполовину даже больше чем наполовину перевел на сабли почему интересно вот просто потому же когда он славянский меч который сам был страшным оружием но он понял что в кавалерийской атаке которые побеждали любимые им татары ну не любимые так сказать уважаемые им татары меч скорее препятствие чем по воспомяществованию а вот сабля да еще при хорошем ей владении она сделает все не знает элементарных вещей вот таких мечей 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 кстати дружину с войском путают запросто вот в общем вот я вот таким образом на нее это вопила после чего она прекрасная гитаристка господи какой-то был вопрос а нет уже не с ней уже не с ней с другой с другим автором я говорю так а где у тебя собственно говоря пишет тоже ну такое историческое фэнтези о вот таких вот рассветных временах Руси я говорю так музыка у тебя там где песни тоже непонимающий взгляд я говорю ну как а как без этого и пожалуйста вот тут мы выходим на комплекс вопросов музыка существовала исключительно в момент исполнения ни интернета ни телевидения ни радио ни звукозалиси а песен то хочется а музыки то вот хочется а посиделки то будут завтра в итоге певцами и музыкантами были практически все играли в жанре три блатных аккорда вот на тех же гуслях но играли сами себе делали не выстраиваясь в очередь к страдиваре но если я сейчас понесусь про гусли это обсуждать уже будет кого-либо сегодня некогда я так уже кельские арты возьмите ну да ну время уже вот я по-моему зашкаливаю надо мне сворачиваться и вот я все-таки несколько слов скажу о практических умениях вот я значит на нее наезжаю говорю ну гусли должны быть вот потому 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 я говорю ты должна сама на них научиться играть вот по тому же почему по тексту можно определить умеет человек водить машину или нет я говорю если ты вот ни разу их не поддержишь в руках и не попытаешься на них сыграть в лесу родилась елочка хотя бы у тебя это будет просто он пришел достал гусли и что-то сыграл вот Ольга Громыка да она судя по всему значит не причастна к этому делу и в ведьме вот этой трилогии про ведьму значит у нее гусли там по-моему два раза появляются в виде там такого пародийного расстроенного инструмента который об голову гусли рожили там и разбивают знаете я бы не хотела чтобы меня любыми любимые любыми из нескольких принадлежащих мне гусли треснули по башке я вряд ли значит вряд ли меня там соберут это так сказать вот оружие ближнего угла посерьезнее чем гитара которая так родился испанский воротник вот надетый на голову гитара вот я просто к чему что вот я например для романа братья поняв что там вот все должны быть музыкантами особенно мои главные герои я порядка семи музыкальных инструментов освоила я прекрасно знаю что я никогда не буду там сколько-нибудь вот вообще достойным внимания гуслером там и так далее но вот подержав в руках вот именно шоссеограф в лесу родилась елочка я нахожу совершенно иные краски и вот так для любых занятий когда я писала волгодава я пункт первый пошла заниматься айкидом мне было 35 лет пункт второй я полезла на лошадь ведь чем занимаются герои вот обычного фэнтези дерется на холодном оружии ездит на лошади ходит под парусом ребята это вот как говорят значит англоманы must have ну в данном случае must do в каких-то осях обязаны несколько хотя бы уроков на лошади они говорят даже проще они говорят it's a must да it's a must совершенно верно вот я полезла на лошадь мне было 38 мне было дико страшно я полезла вот там где-то как-то все-таки научилась чему-то и вот так вот понимаете и вы в какой-то момент вот кто этого еще не понял вы поймете какой это кайф когда ради произведения вот ты освоил нечто новое это и новые краски вот в ваших литературных текстах и это просто само по себе колоссальный кайф вот вчера я этого не умел а сегодня я это вот хоть как-то но умею и кроме того вы вот у себя под ногами сделаете ну хотя бы вот убогий утлый но пятачок собственного умения и вытянувшись на цыпочки вы сможете представить вот работу мастера или даже гения вот в этой области вот а это вот моя соавтор вот которую я силовым порядком ей приволокла гусли и сказала играй скотина а то убью вот этими гусли вот и она там что-то значит вот на них подбирает в общем ей даже нравится это стало вот а у нее персонаж гениальный гусли причем вот в его музыке заключено волшебство которое работает вот тоже последнее что я скажу вот касаемо музыки мы же привыкли да что у нас воин отдельно певец отдельно который там за ним следом бегает там с арфой с людней там с чем угодно ну короче геральда лютик так это в одном флаконе было прикиньте наш любимый нами супермен Илья Муровец приезжает к Владимиру значит по былинам тот его спрашивает ну Илюшенька там где был что видел он из налучи чехол для боевого лука он достает гусельки ну судя по всему такие некрупненькие такие бесклининые переносной вариант нет они все переносные кроме позднейших вот этих уже стулообразных были малые гусли вот такие вот буквально вот такие но их вот именно возили ну по временам Ильи там они все были там 5-7 стула короче значит достает без камертона без тюнера без ничего настраивает и начинает играть и вот какой-то значит полуарифмованным скоморущим слогом ну рэп читает как мы бы сейчас сказывали и себе подыгрывая на гусь конечно он был несут погонение но играл так что не стыдно перед князем и великими мужами Илья Морбинский вот такие вот примеры кто из нас вот это знает если не забуришься вот это к чему я вас призываю учите заразу матчасть забуряйтесь я еще знаете я десятой доли не сказала что я могла бы потому что матчасть это вот я тут прическу затронула это и обычай это и язык это поведение человека ну вот костюм тут вот Иолан подсказал да и я сама помнила гоже мой гастрономия гастрономия устройство традиционного дома когда я читаю очередное произведение где от стены отодвинули лавочку слушайте вот этой лавкой по мордам честное слово за полной профнепригодности лавочку да ну лавку там лавочку отодвинули от стены лавка на теле скамейки отличаются да тем она и отличается от скамейки ну и так далее именно лавочкой называть уже мелко как раз это было не в доме это было не в доме и вообще это было да вот вчера читаю книжку причем мне нравится эта книжка у меня конечно сейчас вот тут на разгоне то на ком у меня вылетела фамилия автора называется внучка Беридеева кстати в Чародейской академии милейшее произведение мне нравится в кое веки раз я приемлю язык которым это написано ну там ну такой язык типа вот отыгрываются примерно времена Алексея Михайловича ну там не Алексей не Михайлович и не так сказать не Россия а там царство русское вот значит но тем не менее вот язык там мне очень импонирует и дальше значит вот чудеса в решете она там входит ну приехала в родное село входит в дом в печи шумел огонь через полстраницы из этой значит шумящей огнем печи достают и котелок с кашей и пироги запекают угольки видоизмененный автора зашкварник и возить там вот значит большинство мордой вот только что я могу сказать да ну уж там потопок что у меня слушайте я вот тут перед вами значит вот прыгаю и нечу грома и моднее я сама допускаю допустила значит в своих произведениях тоже энное количество ляпов но вы знаете ляп ляпу рознь есть вот ошибки человека который стремится к истине но к истине мы вот только асимптотически можем приближаться потому что всегда уймище того что мы не знаем остается и есть ошибки вот я их называю ошибками троечника который он даже ну как говорил Сократ значит вот я только знаю то что я ничего не знаю и добавлял а другие не знают даже этого то есть вот вот троечник это тот который даже не подозревает что он не знает это лягушка которая по зрачке в болоте сидит потому что если лягушка вылезет на кучку она увидит на метр от себя и периметр соприкосновения с неведомым уже на порядок расширится а если лягушка укусит пьяное ухо она влезет на дерево представляете значит какие горизонты и сколько всего неведомого она увидит а пока она вот так сидит мир ей полностью ясен познание исчерпано там и так далее вот эти ошибки троечника ну вот я вам про них про них про них рассказала я слава богу уже ошибки троечника в своей жизни исчерпала вот пожалуйста вот роман братья которым я сейчас живу которого я пишу третью книгу первой книге вот она у меня вышла и там в один из моментов где герой дорпавшийся вот до любимого значит вот труда во дворе после там воинских занятий вот такой шанс и он бабки строит забор упоенно строит там вот 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 значит ну просто песня построил он этот забор книжка вышла месяц спустя я узнаю что он неправильно забор строит тонкость он эти значит ну плетень такой ей возводит и опорные колья он у меня камлями загоняет ну там на костре обжег значит камлями камлями загоняли вверх учитывали капиллярную проводимость дерева оно вот в такой позиции оно гниет не так как вот загнанное камлю блин я знаю ну просто я в отчаянии кинулась в текст думаю может там вот извернуться как-то на ушах нет камлями смотрите не знаю что такое камлями ну это гугл вам помощь найдется обязательно я вас убегаю вот такие вот вещи но я говорю вот эта ошибка это ошибка ну человека который вот еще к данной истине не приблизился но зато он у меня там строит печку той же бабки на моей совести есть построенная печка вот причем вот такого образца поэтому вот тут я оттянулась вот тут он эту печку таки строит да значит вот со всеми прибавыхами как вот я это делала вот собственно говоря вот круг проблем я очертила выводы делайте сами я говорю говорить я могу очень долго и надеюсь интересно но вот время подпирает я и так уже тут все лимиты поэтому спасибо за внимание я дополню я дополню чуть-чуть доклад дело в том что еще так сказать хорошо ограничить себя с другого конца потому что все-таки задача писателя написать книги вот и действительно знать всего невозможно получить 20 высших образований за всю жизнь невозможно есть ограничения с нижнего конца Умберто Эка в шести прогулках по литературным лесам дал вот это вот примерное хотя бы ограничение снизу то есть на примере я вообще рекомендую просто прочитать вот эту вот статью шесть прогулок по литературным лесам где когда мы можем пренебречь так сказать некоторым достоверностью там во-первых а во-вторых была очень хорошая статья Леонида Каганова ссылка на нее есть у нас на сайте простите Ольга во-первых вы будете знать чем вы пренебрегаете да совершенно верно надо знать чем вы пренебрегаете да вот что у вас как-то входит вот как бы в это ну в порог точности так сказать вашего премьера во-вторых вы вот имея под собой фундамент вы можете делать шаг в сторону вот я всегда говорю почему так прекрасен и бессмертен Джеймс Бонд потому что автор работал в разведке и шаг в сторону он сделал генера а когда значит человек пишет заведомую галиматью и говорит у меня фэнтези это мое сказочное допущение и ему ты объясняешь что это у тебя не сказочное допущение а твой личный косяк ляпы и так далее безответственность так вот статья Леонида Каганова она там слушайте ссылка там кривая она может не сработать потому что статья была написана больше 10 лет назад это была большая статья можно его вечно да Леонида Каганова у него просто это самое что у него есть сайт да но дело в том что этот сайт за 10 лет переезжал 4 раза вот статья была написана соответственно на старый адрес но в случае при желании искать эту статью можно эта ссылка есть в моей как разбирать литературное произведение ссылка есть на эту статью я считаю эту статью одной из самых грамотных вот на эту тему потому что с одной стороны ни в коем случае ни в коем случае я все знают так сказать как я рою матчасть да перед тем как что-то написать вот и но до абсурда так сказать доходить тоже не надо то есть не нужно знать как называется каждая так сказать заклепка действительно на собачьей упряжке писатель не оленевод так сказать а писатель вот не нужно уметь управлять парусным кораблем для того чтобы его описывать то есть задача писателя правильно его описать но описать то правильно да вот вот я говорю вот эти вот две фишечки так сказать относительно достоверности того что вы пишете вот я для себя когда-то сочла очень полезную вот нет но есть безумно аппетитные детали так сказать от которых ну просто самому просто трудно отказаться ну вот например я очень когда-то увлекался вообще северными народами культурами северными там Богорас там Тихон Семушкин там Редхеу и более серьезные вещи мне это просто не слезало с мозгов вот но значит я вот дурею так сказать как персонаж Стругацкий в Хромой Судьбе говорит а вот это ценно вот когда значит оленевод уходит в сторону там много анекдотов про это есть значит задирает малецу там развязывает нужный шнурок и мочится но мочится он не в снег не так сказать на сугроб там его поливая затейливая пеша казаться в дурак там как было в замечательном литературном скандале у него на поясе висит вот такой вот значит толстый сыромятный кожи ков называется у него особое название называется Ачульгын и он в него простите так сказать сливает выделение почек а вокруг него уже стоят олени толпой скут копытами значит щелкают нетерпеливо и вот он любимым оленям от которых главное в этом стаде зависит он дает им вылезать это дело почему соль соль что это научная точность ида этнографическая доброизводительность ида ну ребята какой кайф какой пласт жизни какой кусок славный вот это и понимаете если вы не знаю там серьезного этнолога не читаете который это все наклообразно описывает для него это одно для вас это совсем другое но там иначе вы так сказать это не найдете бывает что личное присутствие личная экспедиция там не знаю охота за данными она тоже дает очень интересные результаты вот у меня так был совершенно замечательный такой вот случай с Винчестером на далеком-далеком берегу Ледовитого океана я его как-нибудь расскажу вот я бы это нигде не прочитал у меня был совершенно обалденный пример когда при мне разделывали оленя вот Вересово оленя грохнул вот но разделывать его так как вот разделывали они не разделывали а при мне его разделывали и я все это видел я видел как разгребали значит кэбльгэн пищевую яму и что это такое и понимаете это вот ну это уже можно было прочитать где-то но в таких деталях в такой мелочи с этим цветом гальки этой вот на которой этот рулет из моржовых кишок лежал вот ну этого нигде прочитать было невозможно но и не невозможно и это тоже не имеет значения известный вам всем чтец-декламатор и многодетный отец как законных так и незаконных детей Святослав Логинов вот значит он рассказывал в свое время причем вот ну тоже человеку хватает ума так сказать остроумия я бы сказал крепости личности чтобы рассказать как он на семинаре на Петерском рассказывал значит читал свой рассказ о Мигеле Сервисе он уже так далее был читать себя вслух вот значит и описывает он при папском дворе совершенно так сказать еще не в Риме чуть ли не в Авиньоне еще там пока значит большой так сказать пир описывает меню меню там чуть ли не на трех страницах значит голодные обезуновшие совершенно семинаристы сидят уже просто даже не ненавидят его это другое чувство качество другое вот сидит Борис Натанович так сказать который тоже прошел блокаду это его тоже трудно вынести слушает Логинов значит дочитывает самодовольно облизываясь так сказать ждет похвалы свинья такая вот значит Борис Натанович спрашивает Слава сколько вы над этим работали тот значит естественно приосанивается подбирает пузо ну знаете вот это я читал там-то вот это здесь-то я не очень хорошо читаю по латыни но вот это на старо-французском пришлось читать вот это занял ходом все слушают ненавидят его даже это даже вот не то чувство которое после ненависти было это было еще одно чувство Борис Натанович выслушивает его как опытный актер держит паузу то ведь Слава то есть в принципе ушло около полутора недель Слава говорит Борис Натанович нельзя тратить столько времени на то что можно просто выдумать но выдумать то вот я Логинова за это я его ненавижу но я за это его уважаю вот выдумать то тоже нужно основываясь где здесь и здесь должны быть пределы еще одно может быть интересное вам обстоятельство есть замечательный писатель Борис Шергин дивный сказочник никакой Зоченко там не равняется маленький-то наш как у Гангрена за себе пьял помните волшебное концепление это он и есть пинжак с карманами знаменитый житишкой сам последний был не то что там чем окутаться а и в рот положить нечего было вот Шергин Шергин сочинял замечательные именно Шергин сочинял замечательные былины Шергин сочинял замечательные сказы и вот выходит так сказать ну такое канцелярское совершенно обличие человек сереньком костюмчике на сцену садится берет гусли он был отличным гуслиром не дилетантом и под гусли сказывает былины и сказы свои сказывает и исчезало все серенький костюмчик сцена писательского клуба это разрисовывало вот краску ту нужную клава на все какое надо вы не сможете сунуть гусли в свой текст но что-то такое что заменит вашему тексту вашей словесной картине гусли вы обязаны просто даже найти это может быть даже не музыкальная игра это может быть извиняюсь цоканье нужного реле а почему а почему не сможем засунуть его гусли в свой текст не влезут нет они просто покупаются совершенно спокойно через интернет там стоят порядка трех тысяч физически не засунется нет я это восприняла так что нам самим не добраться до умения и это не описать не все это смогут но если то каких-то осях сможет любовь если будет он реально писатель если то будут какие-то замены могут быть другие художественные решения важно чтобы вы знали что ваш текст если вы работаете над его периферией работаете над его подкладкой фоном его аудиозаписью второго третьего уровня вы гораздо больше найдете чем если вы этого не делаете на многих примерах которые мы разбирали за эти дни вы убедились что тексты не дотягивают именно потому что их не дотягивали спасибо спасибо всем спасибо а еще просто полтора слова на тему не всем дано товарищи нам всем дано все да вот это и вот это вы у себя на стенке забьете да 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 вот что надо потому что в тех размерах это нужно для нашего литературного произведения освоить можно все от боевого искусства байкерской езды и игры на музыкальном инструменте вот чтобы в руках подержать плащ плащ причем есть абрация соответственно этого процесса потому что иногда мы выбираем так сказать саму так сказать фактуру содержания текста исходя из 5 минут потом встречаются для работы а мы амар писать да я не буду писать про гусели никогда я вообще никогда не буду писать про гусели параметры ты сам ты сам ты сам ты сам ты сам от них так встречаемся через 5 минут как только будут первоочередные нужды вы встречаетесь отчего отчего